Итак, вторая часть урока. Начнём с того, что проработаем момент, где наш персонаж видит зиму. Начнём мы с анимации лап. Здесь мне не нравится следующий момент. Это то, что у нас. Хотя давайте просто снимаем задачу. Включим режим заведения и просто посмотрим. Здесь четко видно, что, во-первых, у нас лапа двигается с качками, во-вторых, что у нас здесь в некоторых местах вот эта лапа двигается с ровной скоростью. Так же, если посмотреть сбоку, то у нас грудант двигается с разной скоростью. Давайте начнём с проработки анимации. Перейдём слева. Включим арттрекер. Моем редактировать. Сначала я чуть-чуть попробую вращение контрола. Вот уже исчезли скачки. Округи. Запись идёт. И красная запись идёт. Вот здесь щуточку добавим оверлопа, чтобы у нас грудь помягче двигалась. Здесь тоже. И начнём хорошо проработать оверлоп. Точнее, отставание движения от грудь. То есть, так как у нас небольшое отставание грудь сделаем. Протейт. А здесь тоже. Выключим, пока замедленно держим. Вот у нас уже грудь. Чуть оверлопа добавился. Обратите внимание, при контакте у нас вот здесь есть резкий скачок, а вот здесь у нас сильное замедление. То есть, он почти мгновенно касит свою скорость. Это плохо. Этот момент нужно проработать. Ну да. Вот здесь вот обратите внимание на кривые. Здесь скачок. Даже в кривых видно. А вот здесь движения почти нет. Делаем помягче. Давайте посмотрим. Вот. Уже движение выглядит мягче и выше. Отлично. Теперь пощелкаем по кадрам. Посмотрим, как у нас здесь двигается control, который двигает всё тело. Вообще, хороший пример, это с мячиком. Представим, что у нас вот этот control, это мячик. Вначале он у нас отталкивается сильнее всего, потом слабее и потом зависает. Вот здесь вот у нас на девятнадцатом кадре точка зависит. Дальше он пойдет вниз. Вот так вот кривой ключ можно надолеть вниз. Вот здесь можно подтормозить. О, очень модно. Конечно же, тут немножко другая механика, ничем не жри, если просто они неняли мячик. Здесь у нас толчок идет от груди. То есть у нас, грубо говоря, за счет распрямления рук и потачи таза вниз у нас идет отталкивание. Правда, таз у меня не проработан, но мы с тазом нет. Теперь вернемся к тазу. Как я и говорил. Звук слышится, отлично. Сначала исправим первое, что бросается в глаза. Это вот, во-первых, резкий скачок по ротейту. Самое первое. Во-вторых, резкий скачок по транслейту. То есть, вот обратите внимание. Уже лучше стал. Следующий момент. Когда тело приземляется, у нас, грубо говоря, грудь и таз двигаются одним куском. И двигаются они вниз. Хотя, по идее, таз должен чуть вверх выйти. А не вниз один куск. Совсем чуть-чуть. То есть, таз тоже двигается вниз, но относительно груди. Но грудь относительно него больше смещается. О, уже лучше. Давайте посмотрим с видосов с фронта. Теперь проанимируем грудину пара тейпа. По иксу. Хост мы, опять же, пока не будем трогать. Это совершенно не нужно делать на данном этапе. Вот. Вот он отталкивается. Можно чуть-чуть вот так подвернуть грудь. Здесь вот движение пойдет. А здесь давайте еще задержим чуточку. Угу. И при движении вниз. Вот тут, я думаю... Вот. Уже стало мягко не дергано. Но единственный момент, что вот эти вот вращения груди, они плохо читаются. То есть, как бы он двигает движение. Ну, грудь вращает. Но это движение почти не читается. Надо подумать, как это сделать, чтобы более читаем. А зачем я его вообще делаю? Я еще чуть-чуть вот здесь подержу грудь. То есть, как бы он... Хотя, знаете, давайте вот уже здесь добавим смещение. Вес. То есть, как бы... А то у нас здесь, как бы он смещается чисто вниз. А можно сразу. Чтобы он сразу смещался, смещал вес нами. Вот. Отлично. Ну, не так сильно, правда. Вот здесь небольшое движение ставим, чтобы он совсем не замерал. отлично. Давайте сохранимся. Да уж. Я люблю сохраняться. Хе-хе-хе. И проработаем еще момент. Отталкиваем. Вот здесь, по идее, рука просто зависает. Если посмотреть по кадрам. А. То есть, как бы, по идее, он должен руку отрывать. Вот это вот. А на эту опираться. Есть. Даже не отрывать, а отталкиваться. Здесь, получается, что он как-то рука зависает. Сейчас мы чуть подержим. Оп. Чуточку. Вот так. А давайте тоже в кривых это все сделаем. Тут изменим тип кривой на линейную, чтобы она быстро отровалась. Вот здесь вот можно уже пропускать руку. Пробуем когда же вот так опустить. По-быски. Нет. Все равно такое ощущение, как будто руку дергают. Вот. Вот. Давайте. Здесь вот скачок происходит. Тут надо чуть плечо подопустить, чтобы локоть не щелкал. Ага. Ну да. Здесь чуть-чуть происходит. Вот здесь у нас будет контакт руки с телом. И поэтому плечо... С телом, с полом. И плечо мы вверх поднимаем. Чтобы он нажим на плечо был. Правда здесь плечо в мыл заходит. Ну ладно. Так что мне так страшно. Ну все равно как-то силовато получается. Давайте чуточку подвернем грудь. Вот. Ну. Похоже на право. Сейчас по кадрам прощуплю. Ну да. Больше похоже на правду. Теперь возьмемся за эту руку. Вот. Тут можно ее подопустить. В этом кадре вообще подержать можно. опустить в плечо. Здесь рука долго зависает. Если вот здесь еще можно и выше приподнять. вот так. Такой скачок. Главное еще чтобы не было сильных скачков. резких. Ну вот уже. Больше похоже на удар. А теперь давайте еще добавим немножко дуги. То есть у нас сейчас рука двигается линейно. как видите по одной линии. Но в природе у нас большинство движений идет по дуге. Поэтому применим один из принципов классической анимации. Движения по дуге. Чуточку совсем. Добавляем. Добавляем дугообразности. Теперь не заметно почти. Ха. Ха. то же самое можно сделать и с этой рукой. Хотя знаете я допустила чтобы следовало все таки проработать тело сначала, а потом заняться руками. так как тело у нас основное, а руки второстепенные вещи. Ну как-то увлекся. Книга. И когда надо перекусывать. Он является темный фактором. И я не видела ваши какие-то фиксики. Но я берусь. В общем. Хотя, знаете, можно прямо чуть-чуть сместить. Надо так же поступить с этой рукой, чтобы она не била в одно место, а чуточку смещалась. Ну вот, у нас уже движение не такое прямолинейное. Теперь проработаем плеч. То есть у нас есть контакт руки с землёй. И надо можем на плечи сделать. Если это плечо пойдёт вверх, то вот это пойдёт вниз, потому что на него, ну руку сгибает, на него давит. Даже не так. Это просто как бы у нас рука опорная, и поэтому у меня тут плечо, ну, короче, на эту руку больше давление идёт. И здесь можно сделать интересный эффект, то что одно плечо идёт вверх, а другое вниз. Правда вот с такими плечами незаметно это не особо сделать. Ну, попробовать можно. Давайте теперь вернёмся к тазу и проработаем движение таза. Таза. Начнём с того, что я сделаю. Небольшое запаздывание таза. Вот движение тела. Что это значит? Это значит, что здесь вот тело... Таз будет чуть-чуть подержим, то есть грудь больше наклоняется, таз меньше. И таз потом будет додонять. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Вкадривание таза совершенно не радует. Также сделаем отставание парапетом. Вот. У нас уже как будто чуть отстаёт от основного движения. здесь вот есть некий дёрг... Какие-то сломые или заметные дёрганности. Попробуем их убрать. И выровняем также арку таза. Получше. Вот здесь вот. Видно-дёрганное движение. Здесь почему-то таз идёт вперёд. Ну вот, двигание уже почище выглядит. Не такое дёрганное. На самом деле я не очень сейчас представляю, как должен двигаться таз на каком движении. Всё-таки орех от человека не очень подходит, а других и нет. Поэтому малость приходится фантазировать. Здесь выстроим дугу. Тоже лучше. Ещё можно чуточку подвергать таз вот здесь вот. по этой оси. Здесь такой момент, обратите внимание, он... Сейчас, понимаете, вот он падает-падает, и тут резкое ускорение. То есть, вот здесь он двигается с одной скоростью вниз. Вот. А вот здесь у вас сверху... А здесь какой-то... Нет, не могу поймать. Вот здесь вот. Вот эти кадры... Он резко двигается, а потом слишком быстро замедляется. Надо это исправить. Ну-ка посмотрим. Всё равно нет. скачок. Смотрим на ротейты. А, правильно тут. Вот. Вот это мне ещё не анимировано. Вся он как-то сильно выбухается. Может быть... Ну, просто лучше. Уже нет такого эффекта, что тело одним куском вниз двигается. Теперь... Доработаем... Доработаем этот эффект. Точнее, устранение эффекта за счёт движения таза. Сейчас... Таза где-то вверх. Сейчас мы вот тоже вверх поанимируем. Скажем даже... Прямо мы вот здесь... Фотографируем. Хм... Интересно. Здесь у нас паспортный вверх. И здесь тоже вверх. А есть не чрезмерность... Нет? Нормально. Нормально. Обратите внимание, что здесь есть скачки. Надо их... Выгладить. И по возможности постараться избавиться от резких скачков движения. Посмотрим. На уровне слома это всё ещё заметно. Внимание, так всё. Вот уже получше. Теперь ещё можно чуть больше сделать оверлапа для таза. То есть большого подержать вот здесь вот. И вот здесь вот тоже сделать паузу. Чтобы таз отставал. Соответственно, дальше там за ним будут идти движения хвоста. Мы его тоже чуть задержим. Такой мягкий оверлап хвоста будет. Вот у нас таз задерживается. Идёт вверх. И сейчас он начинает мягко опускаться вниз. То есть у нас такое волнообразное движение. Грудина идёт вверх. Таз вниз. Грудина идёт вниз. Таз вверх. Тут они мягко-мягко останавливаются. И потом меняются места. Такой волной мягко. Ну, конечно, это ещё надо будет доработать. На общий смысл понять. Теперь давайте посмотрим на скорости. Проработаем ротейты при опускании по иксу. Так как у нас грудь вращается. Таз у нас тоже будет вращаться. У нас чуть небольшой задержки. Сохранимся. Руки, я думаю, будут у нас в четырёх частях. Так как за два часа я точно не успею не шерстивать. Вот здесь у нас таз наклоняется. Ну, в принципе, вот здесь можно грудь. Таз, точнее, вращать или за грудь с небольшим отставанием. Или можно в обратную сторону делать. То есть, как бы вот здесь вот. В принципе, можно вот здесь вот подержать таз и вот как бы небольшой верлап сделать. То есть, что, ну как бы движение таза отстаёт от движения. Груди. Мы взлетаем. Сейчас мы тоже подворачиваем, но задержка. на задержке в несколько кадров. Давайте посмотрим на анимационную кривую груди и анимационную кривую тазу. Вот, в принципе. Хм. Что-то слишком сильно задержал. А, не знаю. Я ошибся. Надо в другую сторону пойти. Ну ладно. Вау, 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 вау. Посмотрим. Я думаю, следует чуть слабее сделать верхнюю тазу. Так. Ну, тоже есть верлот такой небольшой. Я думаю, можно ещё подержать вес здесь вот. И давайте проанимируем вот этот симпатичный контроллер. Он как будто бы отстаёт от движения груди, но миф. Ключи тут лишних наставлены. Соответственно, грудь у нас сюда двигается, а контроллер тоже. А. Я ошибся, видите. Наоборот. его мы чуть-чуть будем задерживать. Ну и двигать мы его будем чуть-чуть совсем. Вот. Немножко они. Давайте посмотрим. Немножко движения. Ага. Не в такт идут. То есть. Таз слишком много отстаёт. Ну. Наверное, даже можно вообще уменьшить движение. Чуть-чуть для живости оставить. Голову, хвост и мелкую доводку верлока мы сделаем позже. Сейчас еще разочек чуточку подправим движение. Мы еще вернемся к доработке этого. Но сейчас перейдем дальше. Чуть-то подправим движение контрола тела. Как бы перенесем вес на задние ноги. А то сейчас у него крайне неустойчивая позиция. Грубо говоря, у него поза не в равновесии. Не нужно забывать, что поза должна быть в равновесии. Обратите внимание, что здесь вот при контакте можно сделать небольшой овершут. Что это значит? Овершут это когда наш персонаж входит в позу. Но чуть дальше у нее и потом возвращается в исход. Так что он падает всей массой вперед. Все телом. И чуть дальше основной позы проходит и потом возвращается. Как бы вот. Видите? То есть вот он массой падает. Пошла-пошла масса. И чуть вернуться. Я думаю здесь следует еще чуточку сделать медленнее это движение. Потому что у нас это массивный персонаж, но он слишком быстро двигается. И так далее. Так. И так далее. Итак, у нас будет. Хотя, нет, очень дёрганно смотрится, плохая была идея. Всё-таки я слишком быстро сделал движение для такой массы, это чересчур, чересчур, чересчур подвижно. Надо чуть-чуть замедлить. Промахнулся я. Замедлить мы будем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, десять, десять. Грубо говоря, вот эти 12 кадров. Сначала дадим место для замедления. Растащим ключи. Плохо получилось растащить ключи. Конечно, так лучше не делать, это грубая моя ошибка была. Через... Теперь слегка медленно получилось. Хотя... нет, слегка медленно. Следует... вот так вот, не так резко. отлично. здесь вот следует еще поработать с инерцией. после, скажем так, падения вперед. нет. Посмотрим. Даже не лучше. конечно, после такого сдвигания ключей нам придется их, ну да, почистить. Давайте посмотрим кривую. вот так вот. вот так вот. Продолжение следует... 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 Уже не так дёрганно смотрится. Давайте вернёмся к рефу. Я хочу от рефа добавить именно такие раскачивающие движения. Здесь он раскачивается. При переносе веса поставил лапу, здесь мы сделаем уход вниз грудина, а вот грудина ещё больше, и потом возврат наверх. Есть момент, который напрягает, то что он одновременно двигается грудью вниз и поднимает руку. То есть движение может ему помешать. Обратите внимание, что у меня здесь персонаж сначала делается шаг, а потом уже движение снизу вверх, то есть здесь под верхом грудину, а здесь её отпустим. можно даже чуть пораньше начинать движение и чуточку пониже. Блин, как мне не нравится как-то всё делается, всё так слишком одновременно двигается. Вот прямо одним куском линейца. Задержу-ка здесь грудь, а здесь она догонит. Посмотрим. О, фигня какая-то уходит. Здесь добавим полосы. Да, пауза, к примеру, пришлась. Теперь, что-то не так с анимацией главного контроллера, как-то он скачка обратно двигается с пауз остановок. Секундочку. Ну, здесь я сделал, конечно, ошибку. Совершенно неправильно движение с риф взял. Здесь не следует ничего приподнимать. Ну, блин, все-таки там не плечо в глаза слышно. Все в консистенном расследствии. Продолжение следует... Здесь явно не хватает паузы. То есть он двигается быстро и слегка, резко останавливает. Так, естественно. Можно удалить ключ. Хм, не могу понять, чем точно. А, понял. Грудь слишком гуляет вверх и вниз много. Посмотрим. Ладно. Не удается мне пока достичь тревогового движения, поэтому попробую проанимировать таз. Хм, странно. Это как сумма совсем не анимирована. Что-то я ошибку за ошибку допускаю. Точнее, забываю. Нам на этом этапе добиться того, чтобы движение не плавало. То есть не переходило от пузы к пузы с такой равномерной, монотонной скоростью. У меня, походу, это пока не получается. У нас вес переносится на эту ногу, поэтому таз относительно груди чуть-чуть смещаем. Можно их грудь относительно таза смещать. Я просто делаю этот белосиленный эффект. Вот в чем основная проблема понятия. Смотрите. У нас тело двигается по сути с равномерной скоростью вот здесь. То есть контроль раздвинулся и не до какого-то отографа установки. Но это довольно просто сделать, если включить редактор кривых. Точнее, не редактор кривых, а траекторию. И проследить траекторию. У нас переход. Давайте ограничиваемся вот этими проблемами. Не так страшно. Конечно. Грудь деревянная еще. В этом моменте у нас слишком сильно крутится Тойот. Основная проблема, что вот здесь вот сегодня куском двигается. Можно попробовать это скомментировать просто снизив амплитуду движения. По иксу. В принципе, один из вариантов. Возможно, я чрезмерно сильно раскачиваю. Ну да, так и есть. Я слишком сильно двигал контрол. И теперь посмотрите, теперь таз у нас выбивается из общего движения. Он слишком амплитудно двигается, хотя не должен. Вот. Нужу гораздо лучше. Тело не двигается одним куском, что не может не радовать. Теперь сделаем оверлап тазу и спине. Просто. Видите, у нас таз и спина вращается одновременно. Надо небольшую задержку сделать. И все будет хорошо. Опять спина у нас, таз и мусор опережает грудь. Я все-таки хочу, чтобы грудь у нас лидировала. Теперь подредактируем этот контроллер. Все равно какие-то движения не получаются. Думаю, здесь спасет хороший проработок. Ну да, фарки здесь отвратительные. Все равно малость нету. Вот. Все равно движение идет одновременно. Мофт еще следует чуть ослабить движение контроллера. Нет, не помог. Мофт еще следует. Нет. 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 Таз. Здесь тоже задержан таз, чтобы он отставал у нас. Ну, уже получится. Еще осталось пароты там, чтобы движение было не одновременно с задержкой. Все будет отлично. Вот. Более-менее стало движение. Конечно, там надо еще прорабатывать оверлоп спине, хвосту, но гораздо лучше. Ага. Тут появился щелчок на руке. Ладно, потом избавлюсь, но не страшно. Здесь вот можно движение чуть размахистее сделать. Конечно, зря этот кран отказался от треша. Можно более амплитудно двигать силом. И чуть побыстрее перехода. Сейчас чуть ускорим. Вот здесь вот можно смело выбирать паузу. Ммм. Слишком резко получается. Паузу. 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 У нас посмотрим уже лучше. Тут просто надо больше амплитудой сделать. Продолжение следует... Продолжение следует... Опять же, проработаем движение контрола, а то здесь просто по сути плавание получается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Опять уже надо больше ключей поставить. Я думаю, что необязательно так сильно поднимать вверх. И вот, при контакте уже можно опустить. Продолжение следует... Ставит лапу на землю и маку чуть опустим. Хотя можно по-другому и сделать. Можно тоже все это удалять и за счет контрола будет делать. Продолжение следует... Пока еще довольно сыро. До встречи на следующем уроке.